Владимир, мы же вроде с вами уже обсуждали эту тему. Обсуждали, все правильно. Сейчас вот касается вас. Ну, вы думаете, что-то изменится, если я скажу, что Российская Федерация жилье не предоставляла? Конечно, изменится. Они какое отношение имеют, ну, как бы, к гражданам? Если вы ничего не делаете, вы и спрашивать не имеете права. Стой, вы заблуждаете права. Есть права, есть? Владимир, послушайте, я не заблуждаюсь. Есть права, есть обязанности. И они тесно связаны. Если у вас есть право там, то и обязанности с вас спрашивают. То есть, вот как у ментовки, у этой чепухи. У нее есть свои должностные обязанности. Ну, и право есть, как бы, накинуть браслеты на гражданина. Правильно? Наряду с обязанностями. А если она их не исполняет обязанности, не обеспечивает ничем. Откуда право берет? Вы мне скажите, вы считаете, я что-то нарушил с точки зрения уголовного права? Вообще ничего не нарушили. Ну, тогда от чего мне переживать? Тогда от чего мне переживать? Нет, они-то будут закручивать гайки. Сейчас поймите, на вас началась охота. И мне это тоже, как бы, ну, задевает. Поэтому вам и звоню. Понятно. Владимир, я считаю, что охота началась давно и не на меня, а на них. Ну, на них тоже надо сейчас как-то выработать правильную позицию и правильно защищаться. Я вот сейчас хочу вам предложить следующее, чтобы осуществили действия. Надо запросить ее послужной список, вот этой чепухи. Если она на самом деле не защищала граждан, где в ее присяге прямо прописано, что она обязуется защищать граждан. Если она каких действий не осуществляла, она на самом деле занималась чепухой. А если занималась чепухой, она и есть чепуха. И пусть они доказывают обратное. Надо запросить ее послужной список. Чем она награждена, что она сделала вообще. Сколько раз, вопрос формулировать правильно, сколько раз эта чепуха защитила Конституцию Российской Федерации, которая ей вменяется в обязанность. А Конституция нарушается каждый день. Сколько раз она защитила? А если не защитила, она занимается чепухой. Защищает административные коды. Российской Федерации, где предусмотрены штрафы и прочее. То есть у них коммерческая основа. Максимальное извлечение прибыли из граждан. Вред наносит гражданам. Вот это чепуха. Сидит, ничего не делает. Вообще это их обязанность. Вы не должны были туда ходить. Вам надо написать заявление. Есть вторая статья Конституции. Если это правовое государство, и здесь заявительное право, вам достаточно скинуть заявление. И все вот эти структуры, мусора там, ФСБ, МВД, прокуратуры, во второй статье Конституции, вторая статья Конституции, защита прав человека и гражданина, дальше через дефицит, обязанность государства. Они говорят, идите в суд. Вы что, блядь, твари, охренели, что ли, совсем, блядь? Идите в суд. Идите в суд, блядь, дебилы. Но это они меня вежливо послали на три буквы. Владимир, меня так вежливо, как всех остальных граждан посылают на три буквы. Я ему, в принципе, так и сказал, что я считаю это, как оскорбление уже звучит. Почему? Потому что это издевательство, когда людей посылают по кругу, когда советуют что-то написать, куда-то обратиться и тому подобное. Когда я этому человеку много раз говорил, что это все было сделано, в том числе в Следственный комитет, и он смотрит на меня, улыбается. Я ему же там обращаю внимание специально, что ты улыбаешься, дорогой? Ну, сейчас да улыбаются. Сейчас, вот я говорю, надо сделать вот эти действия, запросить ее послужной список и еще. В рамках, послушайте, Владимир, в рамках чего... Владимир, подождите, в рамках каких, скажем так, прав своих там, или еще чего-то, какой-то статьи, нормы права, я буду чего-то запрашивать и мне чего-то дадут? В рамках Конституции имеете право на... На вас уже объявили охоту, на вас подали в суд, из кого издевательства... В какой статье Конституции... сказано, что я могу запросить послужной список Панфиловой? 29-я часть 2-я. Ну, там сказано, что имею право собирать там информацию, там то-то, то-то... Ну, собирать информацию, все правильно, собирайте информацию. Где сказано, что они... Если вас не касается, смотрите, Владимир, если вас не касается, не имеете права. А если вас касается, они вас коснули, значит, имеете право собирать информацию. Вот вы информацию собираете, в том числе и послужной список. А так как полиция гласная и публичная, они не имеют права скрыть и закрыть информацию. Это опять нарушение 29-й статьи Конституции не имеет права. Владимир, давайте я вам попытаюсь в двух словах объяснить, а вы меня не перебивайте, пожалуйста. Значит, смотрите. Давай. То, что меня пытаются обвинить в оскорблении представителя власти, это никак не имеет никакого отношения к какую... Не буду ругаться, нехорошую представительностью власти я, скажем так, оскорбил. Есть у нее послужной список, нет у нее послужного списка, занималась она чепухой, не занималась. Это не имеет значения для квалификации по вот этой статье 319 УК. Имеет только значение мои действия в отношении представителя власти. Соответственно, с моей точки зрения, с моей точки зрения, может быть, она ошибочная, но я на данный момент пока убежден, что с моей стороны нет никакого нарушения этой статьи, потому что я никого, во-первых, не оскорблял, ни в какой форме, ни в приличной, в неприличной, при исполнении служебных обязанностей никто не находился. Ну, в принципе, комментарии, которые закреплены, там все достаточно понятно сказано, что такое ментовка, что такое балабол, что такое чепуха и тому подобное, и в каких контекстах вырваны эти слова. Нету там состава, нету состава. А то, что там лицо Панфиловой кто-то спрятал смайликом, или маской там какой-то, ну, я не знаю, там свиньи, там хрюшки, как угодно, зайчика, динозаврика и тому подобного, здесь тоже нету неприличной формы. Она же кричит, что не хочет, чтобы ее изображение было в сети интернет, но оно было спрятано добрым человеком. Ну, завтра ей смайлик не понравится, там еще что-то не понравится. Да вообще ее никто не должен прятать в видеозаписях, там, где она находится на службе, был создан видеоролик, где она исполняла свои обязанности, мое поведение было крайне корректное по отношению к ней, абсолютно корректное, притянуть мне туда там невозможно, ни по экспертизе, ни по чем угодно. А то, что она уже дальше творила, в том числе в суде, вот этот зоопарк устроила, с этими увеличением исковых требований, вот этими непонятными незаконными требования, вот, это уже явно не при исполнении она действовала, и здесь статью 319 просто притягивать невозможно, даже если бы я ее оскорбил, понимаете. Человек находится не при исполнении, не при форме, никак, абсолютно никак, это просто как гражданин она выступает, она даже в суд подает как гражданин, она же в суде усирается, говорит о том, что нет, я не сотрудник полиции, я как гражданин подаю, потому что вот я как гражданин имею права. Я вас... Ну, не переворачиваюсь это все, да, но находилась она при исполнении, а что ты делала тогда в отделе полиции при исполнении, а подаешь как гражданское лицо, ничего себе, а что ты в тот момент сделала, чем ты занималась? Давайте вам прямо скажу, что она сделала, она просто таким путем хочет сэкономить бабло, я когда говорю, у вас там какой-то шум идет, вы дышите, задыхаетесь или в чем проблема? Нет, печка, наверное. Печка, наверное, ну сделайте так, чтобы я не чувствовал вот эти помехи, которые у вас там происходят, потому что у меня ощущение, знаете, я бывает разговариваю с человеком, а он умудряется посуду мыть, там еще какой-то хуйню, извиняюсь за выражение, заниматься. Если выходить... ну она вроде не шумная, я не думал, что она там мешает. Ну я слышу, я слышу очень сильный звук идет с вашей стороны. Значит, смотрите, почему с моей точки она это сделала и от следователя я получил эту информацию как в голосовом исполнении, так и визуально, потому что видеозапись не велась, ну по глазам, по его мимике я понял, что этот товарищ просто экономит деньги, потому что ей нужно в суде доказать определенные обстоятельства. это можно заказать путем обращения к нотариусу, да, ну бабки нужно заплатить, чтобы нотариус зафиксировал, что на таком-то сайте размещена такая-то информация и тому подобное. То есть в суде нужно доказывать все. Естественно, это стоит очень дорого. Она прекрасно понимает, что шансов выиграть у нее дело близки к нулю. Ну понятно, если по беспределу там не будет ничего. То есть по закону шансов выиграть у нее ноль. И тратить деньги на адвоката, тратить деньги, ну адвокат, я предполагаю, так сказать, по дружбе к ней пришел. Почему? Потому что явно она ему ничего не платила. Потому что если бы я платил такому адвокату, который меня в суд привел по неосновательному иску, ну это как бы глупо. Глупо. Она же хоть маломальски то юридически грамотно должна быть понфиловая, потому что она должна понимать, что юрист, в данном случае вот этот адвокат, ведет себя неправильно. Да она тупая вместе с этим юристом. Я смотрел тоже это видео, они ой, обе тупой выигрят, они еще не понимают, к чему они в итоге придут. А в итоге они выйдут на самих себя. Так они на себя уже давно вышли, они себя продолжают и дальше позорить. Я вот разговаривал с одним человеком, понимаете, они даже они даже не знают, как красиво выйти из этой ситуации. Ведь Панфилова должна была заявить в исковых требованиях взыскать с меня компенсацию морального вреда в размере одного рубля. Понимаете? Она не должна заниматься вот этим, вот этой ерундой, чепухой, как угодно можно называть, заявлять вот эти сумасшедшие суммы, потому что судья все равно взыщет по мнению суда, это будет в лучшем случае, если иск будет в ее пользу, ну 500 рублей, ну 1000 рублей, ну если уж сильно повезет, и там я не знаю, что она там, ну 10 тысяч рублей. Я вот просто говорю, те суммы, которые взыскивают наши судьи. Какие миллионы, о чем она говорит, это что в голове должно быть у человека? Либо она живет в какой-то другой реальности, либо это попытка на меня как-то воздействовать, либо попытка получается меня спровоцировать на то, что вот я как-то реагировал на это, ну я в принципе реагирую, но при этом я не совершаю ничего, скажем так, незаконного, я высказываю свое мнение, я считаю, что это глупость заявлять такие требования, вообще заявлять как основание иска, так и сам предмет иска, то есть размер вот этих требований, потому что она даже не может сформулировать, что она хочет, она выходит в суд с иском на Мамаева, но не предоставляет суд никаких доказательств, что это сделал Мамаев, она не предоставляет никаких доказательств того, что вот эти вот сведения вообще она где-то получила, когда получила, где получила, как обеспечены доказательства, ну то есть пустой иск и дальше она теперь обращается в следственный комитет с целью того, чтобы они протоколом осмотра места происшествия, то есть компьютера, по сути выполнили функцию нотариуса, понимаете, потому что потом она бесплатно это все получит, будет отказ возбуждения уголовного дела, но она запросит материалы доследственной проверки в суд и суд будет вот ага, так, согласно протоколу осмотра места происшествия, вот был значит исследован такой-то такой-то сайт, вот там такая-то такая-то информация, все, она заплатила ноль копеек, понимаете, она напрягла своих коллег, так сказать, используя свое служебное положение, потому что если простой гражданин обратится, он не будет, следователь даже не будет следственного комитета рассматривать это дело, потому что нету такой статьи, потому что эта статья на сотрудников полиции там у доносных лиц распространяется, понимаете, да? То есть она использует свое служебное положение с целью извлечения конкретной материальной выгоды, выгоды именно экономии денежных средств на сбор доказательств, потому что неприличной формы там в принципе нету, понимаете, нету, это без лингвистической экспертизы понятно, что слово балабол это литературное слово, это как человек, который много говорит, это антоним, это молчун, слово чепуха в контексте это вообще просто чепуха, это ерунда, чушь, чепуха, это вот, это совсем другое, она сама на себя повешила этот ярлык, она посмотрела ролик и делает выводы, что раз там двух человек показывают, если там балабол и чепуха, вот один из них значит кто-то она, она в суде так не смогла пояснить, так все-таки она кто, балабол или чепуха, из чего она взяла, что к ней это имеет какое-то отношение, это вот, вот я просто говорю, те моменты, а дальше что, ментовка подала иск в суд, и что дальше, ну ментовка подала иск в суд, отдел полиции подал иск в суд, к ней вообще-то не имеет никакого отношения, и даже в слове ментовка это абсолютно литературное слово, как слово мент и тому подобное. Все правильно, все правильно, Владимир, у нас оскорбление мечтается, это если ты сравниваешь с каким-нибудь животным, а люди, они как бы, ну не животные, вот, если сравнивать там с сафом, ну да, это оскорбление, а когда ты называешь вещи своими именами, не искажая при этом реальность, это очень важно, ну тебе что, нельзя называть вещи своими именами, то, что она занимается чекухой, а если, опять же, это реальность, если нет, докажите обратное, и еще такой момент, при загрузке видеоролика, я не знаю, как бы, кто это делал, и вашу позицию, я тоже в этом поддерживаю, кто там загружал, не знаю, то есть было, для чего, вот следователь спрашивает, а на какое, как бы, оборудование было зафиксировано, данный там видеоролик, снят видеоролик, ему надо оборудование, именно, как бы, в сутки предоставляются оригиналы, и вот, оригинальный носитель информации нужен, откуда, ну-ка, на какое средство, так скажем, велось, велось запись, либо видео, либо аудио, вот, а получилось, как бы, ну, вы не говорите, на какое, да, потом это в сеть куда-то скинули, и ролик, мог быть загружен вообще с каким-либо названием, вообще пофигу, вообще, может быть, даже не с нашей территории, а с той территории, где можно дискредитировать государственные органы власти, и законом это не предусмотрено, а сеть, интернет, она не может, как бы, содержать законы и законодательства, там есть только правила, почему, потому что, как бы, интернет, он не привязан к территории, это сеть, которая опутала нас, ну, всю землю, вот на территории у нас есть законы, а там правила, правила сообщества, там нет закона, и закон должен быть законный, Владимир, давайте я вам поясню, я понял, о чем вы говорите, давайте я вам поясню свою позицию в отношении того, что я сейчас, не говорю определенные обстоятельства, почему я это делаю, я хочу таким образом показать, что вот эти товарищи, когда выходят в суд, они должны предпринимать какие-то меры для того, чтобы подавать основательный иск, собирать доказательства, а не просто перекладывать эту обязанность на судей, которые, на мой взгляд, подыгрывают этим представителям власти, так называемым, подыгрывают, потому что, поверьте мне, если бы я обратился с аналогичным иском, да мне бы судья мозг просто вынесла бы, так она просто бы исковое заявление не приняла, она бы указала там, оставила без движения, до исправления замечаний и тому подобное, понимаете, в принципе, просто мой иск бы не был принят в производство, потому что данная ситуация рассматривается не в исковом производстве, а особый порядок существует, то есть, если вы вдруг увидели где-то, допустим, свое изображение, или какую-то клевету, свой адрес, ну, каких-то средствах массовой информации, там, где-нибудь, на сайте, в интернете, тому угодно, и вы не знаете, кто это распространил, просто подается заявление, и оно рассматривается в особом порядке, то есть, когда неизвестен тот, кто опубликовал, и суд просто выносит решение, допустим, это удалить, не привязано к конкретному лицу, ну, вот смотрите, предположим, она заявила требование, чтобы обязал суд меня что-то сделать, так я, если я не имею никакого отношения к этому ресурсу, как это решение может быть исполнено, то есть, одно из самых главных условий, она должна доказать, доказать должна мою причастность, это изначально должно быть, просто изначально, при подаче искового заявления, что я являюсь надлежащим ответчиком, то, что я производил видеофиксацию, я же этого не отрицаю, это очевидно, это на видео, это видно, а дальше я могу эти видео сбросить куда угодно, куда угодно, любые, сбросили в интернет, в какую-то социальную там эту, да не в социальную группу, просто, послушайте, не надо в параллель говорить, просто отдаю блогерам, ребята, нате, монтируйте, херируйте, размещайте, все что угодно, придавайте огласки, огласки, в том числе, а? хайпуйте в том числе, ну, не важно, я вам просто, я вам объясняю, да подождите, вы так все время в параллель, стремитесь разговаривать, зачем? Да нет, Владимир, я поддерживаю так же разговор, поддерживаю, да это называется перебивать, а не поддерживать, перебивайте, я мысли не закончил, я понимаю, вы не видите мои глаза, не знаете, когда закончил я мысль или нет, мысль моя заключается в том, что я таким образом хочу показать, ребята, вы должны доказывать все, если вы конкретного человека обвиняете, предоставляйте суд доказательства, то есть я спариваю не только по существу, то, что в моих высказываниях, в моих действиях и тому подобного, нету ничего оскорбительного, все, что оскорбительное сейчас происходит, это она сама себя оскорбляет, сама себя своими действиями, своим поведением, она себя ведет недостойно сотрудника полиции, я не зря ссылаюсь на вот этот кодекс, который показывает, как должны себя сотрудники полиции вести, кодекс профессиональной этики, там прописано, как они должны себя вести, во время службы, не во время службы, и так далее, там четко все прописано, там она не имеет права ставить свои личные интересы в приоритете, в отношении моих прав, понимаете, моих законных интересов, мой законный интерес, зафиксировать нашу беседу, она не имеет права свое лично, я не хочу, чтобы вы это делали, не хочу, чтобы вы показали мое изображение, она не вправе это делать, так вот, в пункте 5 этого кодекса сказано, что, когда сотрудник нарушает эти этические требования, скажем так, она не имеет морального права на уважение, и очень много там красивых фраз сказано, понимаете, очень много красивых фраз, вот им нужно это, что там опять со звуком у вас, печку топите, я работаю же еще, вот пошел как бы минуточку поговорить, я понял, понял, ну Владимир, смотрите, давайте, давайте подведем итог, просто на самом деле долго не будем разговаривать, да, 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 сотруднику полиции и вот этими видеороликами, этими видео, и всего этого, я просто показываю, в каком дерьме мы находимся, понимаете, просто и всего, просто и всего, я просто наглядно показываю, когда сотрудники полиции там, или там кто угодно, хочет кого-то защищать, да они жопу будут рвать, понимаете, а когда они не хотят, они будут круги ада устраивать, они будут делать 5 отказных материалов, я говорю про дело холодильник, 5 проверок, они будут формально отказы делать по возбуждению уголовного дела по поводу дела стоматолог, и так далее, есть и многие другие дела, просто я их не показываю, потому что там согласие, ну, нету согласия человека, в котором я был представитель, но смысл в том, что везде одно и то же, приходишь и бьешься лбом, как муха в стекло, когда надо граждану... Я в курсе, поверьте, это не от того, что как бы Российская Федерация, там или еще там какие-то ваши термины, не от этого, понимаете, не от этого. Владимир, задам такой вопрос, вы гражданином являетесь? Какое это имеет отношение? Я являюсь человеком, понимаете? Я являюсь человеком, я живу на данный момент, де-факто, я живу в стране, которую называется Российская Федерация, де-факто. Де-юра там, юридически, можете вы называть ее незаконной, тому подобное, но де-факто нету СССР, есть Российская Федерация, вы можете считать, что она там на шельфе континентальном находится, тому подобное, но де-факто откройте глаза, откройте глаза, откройте ваш паспорт, подойдите сотруднику полиции, спросите, ты сотрудник полиции в какой стране? Просто откройте глаза, я понимаю, что можно жить вот этой иллюзией, в этой матрице. Нет, это не иллюзия, Владимир, открывайте 157-й 2ГД от 96-го года. Вот открывайте его и читайте, Владимир, вот читайте его, открывайте на ночь, после ночи, там, утром, днем, вечером, молитесь, повесьте его, не знаю, там, на стену, и каждый раз молитесь ему, и считайте, что вы живете по этому, по этой бумажке. Я буду думать иначе, я то, что вижу, то и говорю, понимаете, если я вижу, что у меня сейчас за окном солнце светит, блять, оно светит, понимаете? так и я так же, я же об этом и говорю. Так не надо говорить про эту сраную бумажку, послушайте, Владимир, услышьте, пожалуйста, меня, все услышьте меня, не надо, блять, в эти бумажки упираться, насрать на эти бумажки, может ее распечатать, пойти в туалет и вытрать жопу ею, понимаете, и выкинуть, только для того, чтобы просто морально для себя что-то понять, что эта бумажка ничего не стоит, понимаете? Буковки на белом листочке бумаги ничего не означают, означает совсем другое, то, что происходит вокруг, то, что происходит беспредел и тому подобное. Даже если мы напишем идеальные бумажки, так как вы хотите, ничего не изменится, потому что мрази так и останутся, понимаете, вокруг нас. Бумажка их не меняет, их меняют только другие способы воздействия, понимаете? Кнут и пряник. Пряников у них уже, сука, обожрались, кнута не хватает, понимаете? Кнута, сука, нужно просто наказывать. В рамках закона, естественно, да. Но они сами себя не... Послушайте меня, послушайте меня до конца, дайте мне договорить. Их надо наказывать. Ну как же они будут сами себя наказывать? Алло? Алло, это не я. Это не я, это, наверное, там либо 20 минут, либо 30 минут. Да, я понял. Смотрите, наша система до такой степени уже прогнила, что нам некуда жаловаться. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что некуда жаловаться. Некуда. Вы можете меня услышать? Да, я слышу, я же тоже этим занимаюсь. Так вот послушайте меня и не перебивайте. Дайте мне вот этот монолог произнести, а потом будете говорить. Потому что, когда вы говорите, я молчу. Вот когда я говорю, нужно просто помолчать. Чтобы я закончил мысль, и чтобы меня никто не сбивал. Мне на самом деле бесят люди, которые постоянно хотят вставить свои 5 копеек. До конца не могут выслушать своего оппонента. Я хочу донести мысль до людей, что мы давно уже живем в стране, в которой вся вот эта система правоохранительная, надзирательная, судебная, срослася. Понимаете, срослася. Брат, сват, зять, тому подобное, друг там, и тому подобное. Они все повязаны. Да вот далеко ходить не надо. Я же вчера у следователя был. Это Павел. Бывший работник следственного отдела в отделе полиции номер один. Понимаете? Вот пошел, так сказать, на повышение. Понятно, что он остался в хороших связях со своими коллегами в отделе полиции номер один. Ну что вы думаете, он будет против них там что-то, там какое-то дело стряпать, если там возникнет об этом вопрос? Да нет, конечно, они вместе водку бухали, образно говоря, там, я не знаю, день рождения праздновали, день полиции, тому подобное. Может еще чего-то делали? Я могу предполагать все, что угодно. Конечно же нет, они живут отдельной, отдельной жизнью. Мы для них быдло, которое, которое вот вокруг них находится, они как на маленьком острове отбиваются от нас, понимаете? Вот они пытаются выжить в этом дерьме, понимаете? Выжить. Их гораздо меньше, чем нас. Согласен. Но у них есть средства, у них есть оружие, у них есть законы, у них есть вот эти статьи, которые говорят о том, что если, не дай бог, ты в него бросишь пластиковый стаканчик, улетишь, не дай бог, ты скажешь какое-то слово непонятное, им непонятное, они вдруг обидятся и начинают возбуждаться, понимаете? А как они себя ведут по отношению к гражданам, всем плевать, глаза просто закрывают, когда человеку в наручниках руки выламывают, когда его пытают, выбивают от него, так сказать, метасвидельствование и тому подобное, ведь это все замевает. Короче, вы знаете, о чем я говорю, ролики эти видели. Человека признают в любом случае виновным, а ментам похуй на все, похуй, и следственному комитету похер. Они дурачка из себя строят, что вы нам напишите заявление, и он сидит мне напротив, говорит, напишите нам заявление, мы рассмотрим. Так я же ему говорю, так написано куча заявлений, ваши отписки приходят, просто отписки приходят, вы даже не выполняете УПК. Я вот с ним когда беседовал, говорю, так достаньте УПК, он достал УПК, просто на видео это не зафиксировано, не видно, он достал УПК, начал листать, полистал и понял, что не стоит смысл дальше продолжать, когда я ему начал говорить о том, что вы можете принять только три решения. Первое решение возбудить уголовное дело, второе решение отказать возбуждение уголовного дела, и третье решение передать по подследственности, подведомственности и так далее. Вот этих три решения вам УПК позволяет вынести. Никакой манклатуры, там, подшивки, хуивки, вот это, блядь, сука, бред, кто-то придумал, и они просто, вот, я подаю заявление о совершении преступления, пишу там с конкретной статьи, конкретные обстоятельства, а вот это какая-то мразота просто говорит, а я не вижу признаков преступления, я не вижу, нахуй выбросить. Да как, как можно дальше с этой системой вообще дальше работать, как-то взаимодействовать, как-то уважать, если они просто плюют на кодексы, на законы, на все это, как это можно вообще дальше продолжать? Они сами себе в голове выдумывают законы, сами себе трактуют эти законы. Владимир, Владимир, дайте я вам скажу, как правильно надо защищаться. Есть иерархия права, это Конституция, основной договор между властью и народом. Владимир, ложе стой мой, вы не слышите меня, вы меня никогда не услышите, знаете почему? Да я слышу, что вы живете иерархия вы мне не расскажите, Владимир, секундочку, одну перебью, просто чтобы, может быть, это аннулирует ваша попытка мне что-то рассказать. Я очень юридически грамотный, пиздец, я очень юридически грамотный. Жизнь, опыт позволила мне таким человеком стать. Поэтому рассказывать мне какие-то юридические моменты, просто не надо смешить, понимаете меня, не смешите меня про право, там, про конституцию, верховенство, законы, я это все знаю, да, это красивая теория, это все должно работать, должно работать, но это ни хера не работает, потому что я много раз говорю, плевать им на законы, вы поймите, законы для них работают только тогда, когда им нужно, а когда им не нужно, они подтираются этим законам. все правильно. Так вот, если правильно, тогда не надо эту теорию мне рассказывать о пиздецах, я еще хорошо ее знаю. вы дайте сказать и услышите меня, пожалуйста, оно не работает и не будет работать. То, что вы замечательный юрист, пиздец, какой грамотный юрист, я бы так не говорил. Я тоже как бы обладаю юридическими знаниями и экономическими в том числе, и я не считаю себя пиздец, каким выдающим себя человеком и гражданином, хотя сделал до хера тоже, чего здесь по своему городу. У меня был такой опыт, когда я освобождал людей из заключения. Просто мусора его бросали и все, говорю, все, иди отсюда, пинка ему под зад давали. И этот общественный блогер скидывал мне аудиофайл, благодарил меня, он слушал мои аудиозаявления к ним и благодарил меня, спасибо, говорил. И я не считаю себя супер выдающимся, вы также прислушаетесь к тому, что говорю, есть иерархия права, и если основной договор нарушен, ниже следующее законодательство на вас не распространяется. Запомните это. И вы не можете, вы ролики снимаете, еще никак не можете сформулировать эту мысль, блядь. Какой же вы пиздатый юрист тогда. Владимир, понимаете, у меня кажется, да, слушаю, слушаю, да. Есть основной закон, основной закон? Есть? Да есть, Владимир, я знаю. Открываешь присягу? Да похуй им на присягу, одни, блядь, ее даже не знают. Вот подойдите сейчас к любому менту и скажите ему, да ему похуй на это, он не знает ее, понимаете, он ее учил перед присягой и забыл ее через пять минут. Не, ну ты при каких обязанностях тогда находишься, исполнении каких должностных обязательств? Блядь, у вас дохуя вопросов, Владимир, вы много задаете вопросов, попытайтесь теперь на них отвечать, на сами вопросы, которые вы задаете, попробуйте сами ответить. Это вот первый момент. Ни при каких обязанностях не находится. Еще такой момент, в разговоре либо мусоршую эту, либо в суде там будете когда запрашивать кого-то, задайте такой вопрос, как бы, ну, они работают, либо они служат, вот это вот важно выявить, если она служит, ой, блин, что с вами происходит, люди, блин, что ж такое, а? Владимир, вы дослушаете, рано смеяться. Да я не смеюсь, я плачу, понимаете, я рыдаю просто крокодильными слезами, слыша то, что вы говорите. Давайте досказать, ну, что за неуважение, я вот вас выслушиваю, вы не хотите послушать даже. Да, слушаю вас, слушаю. Если человек находится при исполнении служебных обязанностей, у него идет выслуга, а если он работает, у него идет трудовой стаж, как у вас, как и у меня, идет просто трудовой стаж, если он выйти, не имеет права, если он, так как у нас заявительное право, вот на камеру он заявляет, я работаю, тогда ему подавать документы в его личное дело, в надежде, что он службу никакую не несет, не находится при исполнении своих служебных обязанностей, он работает, падла, так как право заявительное в стране, и что он врет, и вводит в заблуждение все руководствовать, он работает, падла, и никакой выслуги у него нету, смешно теперь? Да глупости вы говорите, какие глупости, обоснуйте глупости, давайте я вам обосную, только пожалуйста не перебивайте, вы меня собьете, я просто начну злиться, я не буду дальше продолжать разговор, просто не перебивайте, давайте по поводу суда, то что касается, скажите, задайте вопрос на суде, там такой-то, служит она и работает, она вообще имеет право не отвечать на мои вопросы, это первый момент, второй момент, как она себя характеризует, работает, она служит, это тоже не имеет никакого значения, это ваши фантазии, что это имеет значение, ну скажет там, когда за жопу прижмут, если прижмут, что вообще невероятно даже, даже не маловероятно, а невероятно вообще, она всегда может сказать, ну я не так сказала, вы не так меня поняли, конечно же я служу, я прям вообще прям за людей, только за людей, я вообще не сплю, не ем, только о людях думаю, ну то есть вот такая все песня, понимаете, вот эти вот слова, это пустое, понимаете, это пустое сотрясение воздуха, это как раз вот это балабольство, понимаете, это разговор ни о чем, не перебивайте не перебивайте меня, я просто прошу не перебивайте, у меня мысль теряется я начинаю сдалека, чтобы подвести к конкретным вещам, а вы меня перебиваете, понимаете, я не могу выразить свою мысль я не буду ее выражать, вам не интересно слушать, давайте закончим разговор, хорошо? Владимир, ну так капризничать нельзя, ну что это такое? ну зачем перебивать человека который хочет до вас донести, в этот момент нужно просто внимательно слушать если вы мне позвонили значит вам интересно, как я думаю что я делаю если вы задаете вопрос, вы должны ну вы хотите получить ответ а иначе зачем задавать вопрос зачем звонить мне и рассказывать про то, какой вы хороший при этом говорите мне, что я хуевый юрист так я вам еще раз подчеркну я охуенный юрист понимаете, пускай это будет слишком высокопарно и тому подобное да вопрос не в этом я прекрасно понимаю, нету идеальных юристов, невозможно все знать но я себя ценю очень высоко по крайней мере себя внутри понимаете, кто меня в окружении ценит мне абсолютно насрать, понимаете мне главное, как я сам выгляжу в своих глазах что я сам себя в первую очередь должен уважать так вот я себя считаю хорошим юристом офигенным юристом очень мало юристов которые со мной могут помериться понимаете, потому что я знаю как эти юристы стали юристами как они купили дипломы как они нихера не знают как они вообще вообще я не понимаю, как они работают на таких специальностях, где они нихера не знают понимаете и слушая вас, я понимаю, что вы тоже нихера не знаете потому что неважно вот это стаж, не стаж любой сотрудник полиции он круглосуточно находится на службе понимаете, круглосуточно если к нему вот он не находится на службе не находится на службе но я знаю, что он сотрудник полиции если я к нему подойду и скажу уважаемый там Вася, Петя вот я знаю, что вы сотрудник полиции Вот за углом совершено преступление, так вот он обязан отреагировать и обязан принять все меры, в том числе пожертвовать свою жизнью, понимаете? Потому что он сотрудник полиции, им будет всегда, независимо от того, на службе он на данный момент находится или нет, это как врач, понимаете? Если летят люди в самолете и кому-то стало плохо, первым делом официанты, как это, стюардесса что говорит? Есть ли на борту врачи? Так вот настоящий врач всегда отозовется и скажет, я врач, что случилось? И пойдет, окажет человеку помощь, потому что он обязан это сделать, как обязан это сделать сотрудник полиции. И в принципе об этом есть разъяснение Верховного Суда, в том числе, понимаете? А вы начинаете мне тут сказку говорить про трудовой договор, как он там работает, по трудовому договору, либо служит, да это все сотрясение воздуха, это балобойство, это вот демагогия, ни о чем. Почему я не могу сказать о своих служебных обязанностях, ни хрена, о тебе ни о чем. Это воронье в суде, если она говорит, я работаю. Ты лжешь в суде, что ты находилась при исполнении, ты работаешь, х**. Ты не служишь, у тебя нет выслуги народу, ты присягала народу. Свою присягу почитай, а ты говоришь, что всеобщая в суде, я тем более заявляю, что ты работаешь, ты х**. Ты не находилась при исполнении, и почему тебя начальник не выявил? Вообще большой вопрос, и кадры тоже. Поэтому я вам говорю, запросите у нее послужной список. Чем она там, блядь, занимается, чепуха это? Квотики хуевые. Уже свидетельствовал в суде, если она неправильно поняла. Да не является она свидетелем, Владимир. Вы понимаете, вот я вам советую просто, если вы интересуетесь этим, увлекаетесь, ну и начните изучать законодательство. Не по мнению каких-то авторов, а просто возьмите первоисточник, возьмите УПК, возьмите Уголовный кодекс, возьмите Гражданский кодекс и просто читайте. Просто прочитайте его, потом почитайте комментарии, потом то-то, то-то. Вы когда говорите о том, что она там лже свидетельствует, вы уже говорите чушь, понимаете, почему? Потому что она не является свидетелем, она является истом. Она в принципе может говорить все, что угодно, что она и делает. Она говорит о том, что руководство ошиблось с того, что назначило ее ответственным человеком вести личный прием граждан там в январе. И в то же время на февраль ее опять поставили на личный прием граждан, понимаете? Ну то есть, ну вы поймите, что она может говорить любую чушь. Любую чушь она может, понимаете? Балабольство в том и заключается, что человек просто баламолит всякую чушь, чепуху. И я наглядно в суде это буду показывать, понимаете? Суд будет длиться длительное время. Поверьте, очень много интересного еще всплывет. Она еще больше себя закопает, еще больше. Потому что я в суд обращу обязательно внимание, что вот она говорит то-то в предыдущем судебном заседании. Вот сейчас вот это она сказала. До этого она сказала то-то. То есть она хоть и молчит в основном, говорит в основном ее адвокат. Но она все равно уже успела наговорить таких глупостей, которые просто опровергаются. Ну в частности по поводу личного приема. Сейчас еще всплывает ситуация по поводу того, что она использует свое служебное положение. То есть свой статус представителя власти для того, чтобы с помощью Следственного комитета собрать доказательства каких-то обстоятельств. У меня вообще есть подозрение, что и вопросы-то она сама составила, которые мне задавали. Просто на листочки скинула, и следователь просто мне их, скажем так, зачитал и оформил. У меня даже есть такое предположение, что все сквачено, чтобы не платить за экспертизу эту лингвистическую, потому что это деньги стоят. Зачем это делать? Если можно получить Следственному комитету, они сейчас все это сделают. Причем и подберут эксперта нужного, который даст нужное заключение. Понимаете, что мы в первый раз что ли замужем, как говорится, не знаем, как некоторые эксперты выносят заключение. Так же, как и сотрудники, медработники тоже как подмахивают определенные нужные бумажки. Да, все это знаем, известно. Владимир, я звоню не то, что мне там интересно с вами поговорить и прочее, я просто вижу, что на вас накидывают удавку. И мне это крайне как бы и не хотелось. Я вас уважаю и как человек, и гражданин, и как блогер. Смотрю, поэтому, ну, мне какую-никакую, там, непосильную помощь хотелось бы оказать. И, ну, короче, вся эта ситуация мне неприятна. Ни из-за того, что я там хочу побылаборить, либо выставить там себя кем-то, не пойми кем. Ну, я просто знаю, на что я могу, на что я сгожусь, на что не сгожусь и так далее. Ну, что вы себя нахваливаете, вы себя переоцениваете. Да, Владимир, я понимаю, да я утрирую. Владимир, я утрирую, я просто вам даю таким образом понять, что не надо вот... Понимаете, вот спасибо за предложение помощи. Обязательно, если вдруг мне потребуется помощь, там, какая-то там, не знаю, обращусь, попрошу помощи, там, да. Потому что всякое в жизни бывает. Сейчас я не нуждаюсь ни в советах, ни там, еще в чем-то. Я... Многие люди не понимают вообще, что я делаю. Вот дают советы, просто не понимают, что я делаю. Я пытаюсь до людей донести прямым текстом, говорю, вот и сейчас могу повторить. Вы все равно, что меня не услышите. Но давайте я еще раз повторю. Я специально это делаю, понимаете. Меня не напрягает эта ситуация с отказами возбуждения уголовного дела. Не напрягает вот эта вот попытка сфальсифицировать на меня или сфабриковать уголовное дело. Меня это не напрягает. Потому что, по большому счету, это и есть самоцель. Потому что как показать дерьмо, не показав его, понимаете. Вот я вам наглядно показываю на своем примере, что смотрите, ребята, смотрите. Потому что, ну а как я могу показать взаимосвязь правоохранительных органов, там, сотрудников полиции с следственным комитетом? Как я могу показать связку между судьей и правоохранительными органами и так далее? Ну как я могу показать? Вот только таким образом. Все остальное это будет бла-бла-бла, бездоказательное. А так каждый из вас посмотрит своими глазами и сделает вывод. И все-таки вернется на землю от этих бумажек и скажет, да-да-да. Как бы там красиво не писали, а все-таки вот реальность, она вот такая вот. Владимир, реальность, она чуть другая. И они сами уже себя закопали, и они понимают, что им уже недолго осталось. И сейчас очень многие будут переобуваться, особенно вот этот год, 24-й. Начиная даже, я вам скажу, ну после выборов они все начнут переобуваться до единого. Почему они после выборов будут переобуваться? Подождите, стоп-стоп-стоп-стоп. После, я вам так скажу, после выборов начнется жопа. Такая жопа, которая вам не снилась, понимаете? Не, 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 не начнется. Знаете почему? Ну интересно, ну. Вы как юристу должны понимать, здесь заявительное право, правильно? Да, блядь, какое право нахуй. На выборах кто победит? Кто на выборах победит? Путин. Вы, Влад, да какие делаете из этого? Что вся вот эта структура, которая сейчас существует, она продолжит свое существование. Все правильно. Правильно мыслите, Владимир. Так что будет дальше? Есть одно но. Есть одно но. Какое но? Российская Федерация является правоприемником Советского Союза. Владимир, все нахуй, прекращаем это. Я не могу это слушать. Я не могу это слушать просто. Да нет, являетесь. Да мне похуй, понимаете, что там являетесь. Мы являемся правоприемниками, правильно? Блядь, пиздец какой-то. Владимир, блядь, очнитесь. Я не знаю, что с вами происходит. Да вы, Владимир, вы очните. Они же являются правоприемниками. Откуда власть-то? От Советского Союза, правильно? Я не знаю, что они являются правопродолжательными и правоприемниками, правильно? Давайте я вам приведу образный пример. Образный пример, понимаете? Вы скажите, ответьте на вопрос. Послушайте меня. Послушайте меня. Вот у вас есть, предположим, квартира, да, в которой вы живете. Вы собственники и тому подобное. Вот я прихожу к вам в квартиру, беру вас за шкварник, выкидываю в соседнюю комнату, и мы продолжаем жить. Вы начинаете там, ну, готовить мне, так сказать, убираться, ну, выполнять мои приказы, ну, чтобы жить. Потому что вам уйти некуда. Ну, вы там в голове, там, где-то в своей комнате, там, со своим, там, супругой, там, или, там, детьми обсуждаете, что вот, вот, он незаконно нашу хату занял, понимаете? Вот он, он же не является собственником, мы же вот по бумажкам собственники, понимаете? И вот вы там что-то там, я на вас вот так вот смотрю, думаю, блядь, там где похуй, понимаете? Мне похуй. Я хозяин этой квартиры. По бумажкам, там, вы можете думать все, что угодно, но по факту я хозяин. Я, я как сказал, так и будет. Будете мыть толчок и будете, будете готовить мне жрачку. А когда мне захочется, я еще буду вас ебать. Вот я вам образно привел ту ситуацию, которую можно, так сказать, транслировать на то, что у нас происходит, понимаете? Насрать мне на вашу бумажку, кто собственник этой квартиры, насрать. Я хозяин. Я хозяин. И вы будете, вы будете делать то, что я хочу. Кто не согласен, блядь, в тюрьму. В тюрьму, нахуй, по 319, по 318, по политической статье, по какой угодно. Все, нахуй, пойдете, кто не согласен. Потому что трусишки, зайки, сереньки, сидите, и сидите дальше. Скоро за вами придут. После меня придут за вами. Я знаю, на что я иду. И не надо мне говорить о том, что тебя посадят. Да я без вас, нахуй, знаю, что будет, понимаете? Я знаю, что будет. Да никто не посадит. Не, не, никто не посадит. Даже не беспокоит. Да серьезно, что ли? Да, да, да. Если меня не посадят только от того, что, сука, боятся меня. Боятся. Боятся резонанса и того подобного. Вот только и всего. Сейчас еще... Владимир, сейчас еще больше будут бояться. Да по большому счету им нечего бояться. Ну нечего им бояться. Не, 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 ну это вы зря. Я же вам говорю, зря. Вот вы не хотите ответить на вопрос, не хотите продолжения. Смотрите, я специально для... Владимир, одну фразу, пару фраз, я вам просто, чтобы закончить уже эту тему. Я специально для вас наглядно показал, специально, самого главного мента Мурманской области, самого главного, прием у него, показал. Я показал, кто приехал надзирать над ним из Москвы, главного инспектора. Вот эти два ролика говорят о чем? Говорят о чем, что мы находимся не просто в жопе, а в глубокой клоаке, понимаете? Потому что безнадега, некому обращаться, не на кого жаловаться, потому что нужно жаловаться на вот этих, кому нужно жаловаться. Вот этот Веселовский, вот этот Цилих, это просто люди, которые изначально с порога тебя, как гражданина, начинают опускать. Ну, вы если видели, то вы видели, когда начинают запрещать, я еще нахер ничего не сделал, а меня уже начинают ограничивать, блять, в моих правах, законных, конституционных, это неправильно. Так вот, эти люди, эти люди, по сути, крышуют ниже стоящих своих подчиненных. Понимаете? Кому мне обращаться? А там цепочка по такой же схеме, я предполагаю. Поэтому даже если я поеду в Москву, к Быстрыкину, там еще кому-то, также приду на личный прием, мне он, возможно, точно так же скажет, Владимир Владимирович, вы можете снимать, но в интернет выкладывать не можете, понимаете? И я с ним больше, больше, ну, разговаривать, ну, не должен просто прекратить беседу, потому что этим будет все сказано, потому что он нарушит кодекс этой профессиональной этики сотрудника полиции, нарушит, потому что там сказано, что он не должен ставить в приоритеты свои личные интересы по сравнению со служебными, профессиональными, с моими, понимаете? Он должен, защищая в первую очередь мои законные интересы, мои, понимаете, гражданина, он для этого там не находится. Не будет он этого делать, ему плевать вообще, чего там, жалобами какими-то там... Так вы сейчас отвечаете моими словами, так я вам изначально говорю, что им всем плевать, они ничего не боятся, единственное, они боятся свою жопу потерять, ну, кресло потерять, понимаете? Все, они ничего не боятся. Потому что потеряв это кресло, они выпадают в эту ситуацию. Ну, вы представьте, сейчас он не будет он вот этим вот в касте в этой состоять, понимаете? И завтра ему просто в это морду набьют в подъезде, там еще где-то, а не дай бог он за грибами поедет, понимаете? Ну, не дай бог он за грибами поедет, один, так сказать, и без охраны. Ладно, мы с вами как бы совместно находимся в этой клахе, и надо с этой клахой что-то делать. Они уже всех задолбали, они и сами там многие понимают, но я вам говорю, за этот год переобуются очень многие, очень многие. А кто-то, знаете, ну, будет прикидываться долбоебом, что он не знал, не понимал, а что такое в стране происходит. Дурочку. Алло, опять какой-то сбой. Да, да. Ладно, Владимир, мне нужно собираться. Да, да, сейчас будем закругляться. Вы, пожалуйста, сделайте эти запросы, ее послужной список. Раз они вас коснулись, они не имеют права отказать. Вы собираете все материалы. То есть, изначально, вот как бы, есть ли мы одного вида, да? Владимир, давайте я сразу перебью. Владимир, я вам сразу отвечу, я никакого запроса, никакого послужного списка не буду делать. Чтобы просто вы не мучаетесь, понимаете? Я не буду этого делать, потому что это ненужная вещь, это не имеет никакого отношения к сути той проблемы, которая существует. Понимаете? Не имеет. Это очень важно. Даже если у нее нулевой список, это не имеет никакого отношения. Вот вы сказали, что нужно что-то делать. Вот я делаю, понимаете? Я беру и делаю. Вот я выбрал такой способ. Я это делаю. И вы что-то делаете, меньше бла-бла-бла, делайте конкретику. Да и я делаю. Ну делайте, давайте. Я вот первого числа, я вот первого января, как проснулся, позвонил в Центральный банк Российской Федерации. И договорился на общественный прием. И я видел их морды там. Они боятся. Владимир, они боятся. Все вопросы, которые я им задавал, у них нет на них ответа. И они очень сильно боятся. Ой, Владимир, хорошо, они вас сильно боятся, но вопрос не в том, что вы изменили по поводу, ну, вот этим приходом, там, где с вашей точки зрения вас кто-то боится. Ничего не изменилось, понимаете? Я, по крайней мере... Почему у них пожемнее? Подождите, Владимир, вы не знаете предысторию. Владимир, подождите, давайте я вас перебью. Если вы хотите со мной поговорить, давайте это сделаем вечером. Почему? Потому что мне нужно собираться. Мне нужно идти сейчас на судебное заседание, проводить видеофиксацию. Поэтому мне нужно собираться. Давайте сейчас прекратим разговор, хорошо? Давайте, да, до связи. Все, до связи, ага, до свидания.